И вот видим уже дом с большим фундаментом, буквально, может, метр двадцать, он точно. Фундамент выполнен из камня. В глубину хозяйка не помнит, но знаем, что строения 70-х, 80-х годов по фундаменту забивались капитально и туда углубления не меньше полтора метра также делали. Ну, нагрузка небольшая. Друзья, всем доброго дня. С вами, как всегда, команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости Титул. Меня зовут Артем, и сегодня мы с вами попали на обзор домовладения, который расположен в селе Александровского, Ставропольского края. Итак, мы уже прибыли на место. Дом перед вами, вы можете улицезреть. Дом на 60 квадратов выполнен из красного кирпича, то есть внутри Нецимана он полностью кирпичный. Что могу сказать по подъезду к дому? Давайте я вам сразу покажу дорогу. Здесь хозяева наводили порядок, то есть вот он был тополек, который уже был старенький. И они его... Ну, это соседи также там помогли, наторкалы ветки некоторые собрали. В общем-то, подстригли, обрубили. Но сказали, что все это вывезется. Здесь этого не будет. Вы это видите буквально только на этом видео. Итак, подъезды. Видим, что у нас дорога, которая ведет к самому домовладению, она грунтованная укатана. Есть некие ямки небольшие на протяжении. Вот у нас идет как раз-таки скат вниз, и это большой плюс, к чему я это вам говорю. Что если начинаете какие-то дожди, у вас в огороде, на участке, в преддомовой территории не будет стоять лужи воды. Ну и в левую сторону также смотрим. Вот где парни ковыряются в машинке, там с левой стороны буквально есть небольшая речушечка. Ну так, ручеек. Не скажу, что там рыбу можно половить, но может где-то на истоках и можно. Итак, давайте я вам расскажу сразу про объявление, что нам заявил хозяин. Мы с ней уже встретились, довольно-таки приятная женщина, зовут Ольга. Дом 60 квадратов на участке в 11 соток, 3 комнаты, санузел в доме, дом внутри, вложений не требует. Новая электропроводка, тройные стеклопакеты, теплый пол по всему дому, кроме коридора. В комнатах водяной, я уже походил немножко, почувствовал ножками, что да, действительно полы греют хорошо. И в санузле электрический, новая сантехника и частично хозяйка готова оставлять мебель. Состояние видно на фото, заходи и живи, ну то есть фото мы также пофотографируем, вы сможете их увидеть. На участке есть кирпичное строение, под летнюю кухню, пластиковые окна уже вставлены. Колодец для полива воды. Участок ровный, дом не топен, расположен в начале улицы. Удачное расположение по границам с соседями. По соседям, кстати, вот видим, что у нас левая сторона дома, там будет огородик. Давайте, пока не зашли, я вам покажу полисадничек, который при домовой территории, вот таким вот заборчиком металлическим с сеточкой огорожен. Вот он полисадник, здесь есть сирени, кусты цветов. И вот видим уже дом с большим у нас фундаментом, буквально, может метра, метр двадцать, он точно. Фундамент выполнен из камня. В глубину хозяйка не помнит, но знаем, что строения 70-80-х годов по фундаменту забивались капитально и туда углубления не меньше полтора метра также делали. Ну, нагрузка небольшая, то есть дом одноэтажный. Вот такой вот у нас преддомово-земельный участок. Видим, что тут уже проходит газовая труба, дом у нас подключен. По интернету, кстати, электричество у нас есть, вот они столбы, я вам сейчас покажу. А интернет, им уже обещали, что в течение двух месяцев будет подключение силового кабеля, то есть оптового окна. Связь здесь работает Билайновская. И вообще, по подъезду, когда ехал, видел салоны сотового связи и Билайна МТС. О, нас встречают первые владельцы данного дома, которые всегда на улице обитают. Итак, бетонный подъезд. Огородки смотрим справа шумферные. Забор у нас распахивается, открывается из металлопрофиля, простенький сделан. И здесь уже такая конструкция самодельная под виноградник. Абрикосу, кстати, хозяева говорили, что можно спилить, а можно нет. Плоды вроде бы и дают, ну как бы, тень также создает, но для винограда они хотели вот эти вот ветки подпилить и убрать ее. Ну, решили оставить. Вообще, почему решили продавать данное домовладение? Потому что дом достался по наследству, а сами хозяева, то есть они приобрели себе дом в Краснодарском крае и решили перебраться туда. Привет, привет, малый. Хорошо, ты будешь гавкать, но пугаться. Вот наш вход в полисадник, он есть также изнутри. Обычная дверка деревянная, кирпичный заборчик. Просматриваем, все видим. Давайте я вам по фасаду попробую пройти, хоть здесь и грязно. Посмотрим на предмет трещин, сколов, щелей. Пластиковые окошки стоят, видно уже. Крыша мы могли видеть с вами на начале, выполнена из шифера. Ну и просмотрим, у нас тут еще и котейка сидит в уголке с ошейником, кот домашний. Ну, каких-то трещин я скажу, что не вижу. Есть, ну, такие незначительные, вот они, видим, сразу можно посмотреть. Да и, в принципе, я их больше с этой стороны не вижу. Но мы обойдем весь дом. Раз хозяйка сказала, что дом без трещин, то мы должны удостовериться в этом. Давайте проходить. Ну, земля хоть и сырая, но, кстати, не налипает на этот, на обувь. Проходим, пока мы с вами чистые. Проходим, проходим. Бетонный подъезд, можно поставить машину. Ну, вдалеке видим пространство, под которое можно сделать гараж. Здесь, смотрите, песчаная. Мы, в общем-то, и выходим уже сразу на наш участок, на наш, прошу прощения, сад. Здесь песком просыпано. Хозяева оставили детям бассейн. Палету наполняли. Также здесь столик. Говорит, что классное было времяпровождение. Они вот садились за этот столик. Ну, стол уже под водой чуть искривился. Ничего страшного. По саду мы сейчас с вами давайте сразу пройдем, а потом уже посмотрим хоз постройке. Вначале у нас цветы, цветочные посадки. И стоят, смотрите, раз, два, три вишни. Потом большая черешня. За ней вишня шпанка чуть правее видим. Давайте проходить. Вишни, смотрите. Хозяева не собирали костей от плодов. Очень большое количество. Здесь также небольшая вишенка, посаженная малиной. Ну и, собственно, вот сам земельный участок, на котором уже можно просаживать овощи. Подскажите, что это за молодые веточки? Ой, это колоновидную муж посадил, по-моему, яблоня-груша. Вот, кстати, еще доброе вам сказать. Вот тоже он воткнул. Это яблонь. С красными листочками, да? Да, вот это яблоня. Вон там вот яблоня. Хорошо. Ну уже просто воткнули, потому что, ну, некуда было, может быть. Их можно, в принципе, пересадить. Я понял. Вот у нас... Сейчас, секундочку, сразу колодец покажу. Колодец для полива участка. То есть не из центрального водоснабжения, а уже от колодца мы берем воду, которая, ну, она бесплатно достается. По левую сторону видим слива. Также здесь две сливы. Видно, что урожай не собирали. Он немножко уже присох. Сегодня декабрь у нас на дворе. Ну и вот такой вот участок земельный под... Конский навоз уже для удобрения. Удобряли, да? А, вот эти кучи, это и есть конский навоз. Да, он уже перепревший. Он уже год у нас лежал, этот конский навоз. Весной его надо будет разбросать и перепахать все это. И можно будет садить. Отлично. То есть черноземы Ставрополя, они и так плодородные. И плюсом еще добавка здесь из навоза. Пересадила. Вот этот участок у вас, да, клубничный. А, и вот они, новые рядочки. Смотрите. Вот просажена клубника. И вот участок, из которого выбиралось. Мы будем плапывать, наверное. Жалко, конечно, но... Ну, урожай хороший давала? Очень хороший. Несмотря на то, что в прошлом году у всех... Ну, у многих померзла клубника. У нас она не померзла. Более... Я могу даже фотографии показать, какие у нас были ягоды в этом году. Ну, это мы с вами обязательно посмотрим. А вот это что у вас за растение, подскажите, пожалуйста. Это груша. А, груша. И муж ее омолодил. То есть он сейчас попилил вот старые ветки. Да, да, вижу. Да, видите, вот это вот пошли уже новые ветки. И она плодоносит позднюю грушу. Хорошо. Ну, вот, собственно, на этом заканчивается у нас участок. Вот такое вот земельное пространство вам для посадки, для воплощения ваших фантазий. Здесь у вас белье, да, вешали иногда, смотрю, на улице. Да, конечно. Здесь мы садили картошку. Здесь у нас в этом году была отличная болгарка. Прям хорошая болгарка, как с магазина. Угу. Вот. Давайте тогда пройдемся по хоз построенкам. Сосна у вас какая-то огромная. Сколько ей уже лет? Сосна очень большая. Неизвестно. Она мне в Дальнем Востоке напоминает. Да, у нас хозяйка с Дальнего Востока. Здесь уже вот хоз постройки, стройматериал. Ну, естественно, это уже там вывозится, либо не вывозится будет, либо использоваться, как вам необходимо. А бетономешалку вы оставляете, кстати? Вот, мы можем, значит, и дорожки пролить себе, сделать подливки бетонные. Да, мы ее забираем. А, забираете? Забираем, забираем. Мы делаем все инструменты, мы забираем. Хорошо, но я пытался, ребят, оставить еще дополнительный плюс. Вот здесь вот тоже какое-то помещение, мы туда дрова складывали сухие для шашлыка. А давайте попробуем, может, подлезть, посмотрим, что там. Здесь туалет летний когда-то, возможно, был. Давайте еще кладочку откроем. Вот дровница, я вам сейчас свет включу, вы можете посмотреть. Вот такая вот подстройка. Ну да, действительно, здесь можно складывать дрова, чтобы на сезон там шашлыков у вас всегда были дощечки. Какой сезон? Шашлыки всегда, когда закладываешь? Ой, я не знаю, нам, честно говоря, и зимой на Новый год, да, жарим. А вот зимой что-то не... Ну, у нас и зимы, в принципе, они не снежные, не холодные, да? Можно выйти и пожарить. Да, вот сюда выйти, тогда когда захочешь, и никто ничего не скажет. Так, первая дверь хозпостройки, которую можно переоборудовать под кухню. Смотрите, здесь уже хозяин дома, он оборудовал себе небольшой такой стеллажик, поставил. В общем-то, склад инструментов, тисков, болгарки, всякие камнерезы, косилки и так далее. Саманная постройка, потолочки деревянные, ну, деревяшки уже старенькие. То есть нужно будет приводить все в порядок. Давайте проходить в следующую комнату данного сооружения. Здесь вот как раз таки, что и есть переобустройство под летнюю кухню, но хозяева также и не пользовались. Видите, превратили просто в склад. А так, в принципе, все возможно. Кирпичная у нас облицовка, внутри саман, деревянные потолки. Ну, порядок, да, нужно наводить, порядок спора нет. Здесь с этим никто и не собирался спорить. Свет также сюда подключен. Проходим дальше. Окошки, кстати, даже для такого строения, видите, установлены пластиковые. И здесь, и здесь. Ну, и у нас уже есть навесик под крышу, который шиферный. А сама постройка у нас тоже, да, с шифером? Давайте я вас подниму наверх, вы посмотрите. Вот там также шифер. Здесь проход, у нас установлен кран. Да, здесь отсюда мы можем набирать воду тоже. Вот отсюда. Где-то что-то полить. Ну, бассейн даже набрать, то вы отсюда же набираете. Да, бассейн мы отсюда набираем, конечно же. И выходим мы на задний двор. Здесь такая уже конструкция из дерева, которую также можно будет заменить. Здесь такая некая ступенечка. Почему? Сейчас покажу. Потому что здесь находятся пути. Хозяева также занимались разведением птицы, мяса. Вот такой вот участок. Тут давайте я буквально попробую пройти, конечно, чтобы домик показать. Потому что, раз мы уже говорили про трещины. Кстати, по счетчику хозяйка заменила в том году счетчик на газ. Вот где-то я его даже видел. Вот он валяется. Старенький. Смотрим фасад. Также кирпичную кладку. Ну, вот я своим глазом, не знаю, как вам на камере будет, вижу, что трещин действительно нет. Ну, в кирпичиках миллиметровый. Ну, это обычная, в принципе, трещина. Я вам все-таки зашел в густи к гусям на вашу территорию. Ну, вот такая вот оградка. Там за ними уже куст сирени, который по весне будет зеленым и закроет, в принципе, вот это. Хозяйство. И здесь также небольшое помещение. То есть, это утки уходят сюда на ночлег, как я понимаю. Да, у нас, вот смотрите, видим, сделана их дверца. Проходим, свет я включаю, соответственно. Вот кирпич, саман. Старенькая постройка. Да, все в паутине. Ну, для содержания куриц по первому времени или уточек хватит. Дальше уже можно также переоборудовать под себя, если хотите. Вот, смотрим. Полы, в принципе, сухие. Не скажу, что тут лужи и грязь стоит, даже если учитывая, что здесь утки, потому что утки, как я даже по детству помню, любят переворачивать тары с водой. Я помню, что бабушка говорит, налей уткам воды. Я говорю, я только что наливал, она говорит, еще раз пойди, посмотрю, я смотрю, она уже перелита все, и озеро у них. По фундаменту смотрим, вот здесь есть вот такие вот трещины по бетонному проливу. Ну, как бы, там уже дальше камни, вот они, видите. Это просто трещинка в бетоне, которую также можно заделывать. Давайте проходить уже, собственно, к домику и обзор проводить там. А, кстати, у нас еще большой фундамент, значит, есть подвал. Подвал мы с вами уже можем видеть. Вот он расположен. Давайте в него также зайдем. Открывается вовнутрь бетонные полы. Так, свет я также включаю. Ну и здесь уже небольшое помещение, то есть оно не на всю территорию дома, просто вот часть, которая кухонная будет у нас под кухней. Видим стены, все также можем обозревать. Вот они, видите, перекрытие из бетона. Это, скорее всего, плиты, либо монолитка. Больше похоже на плиты. Вот такое вот подвальное помещение. Но, видите, хозяева здесь просто хранят баночки для закруток. Ну и можно располагать какие-то овощи. Вот, собственно, наконец здесь счетчик на воду стоит. Вот он присутствует. Вот такое вот у нас помещение подвала. Давайте проходить. Все, развернулись мы с вами аккуратно. И следуем в дом. Все, вышли. Привет. Итак, здесь вот мангальная зона. Ну, обустраивайте, чистите как хотите. То есть уже... Песок и две тонны. Две тонны песка. Подвладение будет ваше. Собака сходит с ума от нашего присутствия. Значит, собака дружелюбная. Собаку оставляете нам? Нет, забираем. Вот мы забираем. Правильно. Виноград видим даже с плодами. Смотрим, что тут есть. И красный, и черный виноград. Все, в принципе, оплетено. И плюсом оно... Вообще виноград уже быстро расходится, да? Мы в том году вставили вино. А, вино даже делали. Да, вставили вино. Мы ставили вино из винограда, из сливы, из нашей. Очень много было сливы. И вишни ставили вино. Угу. Ну, вот. Ну, и уже будем проходить к дому. Вот такая вот самодельная конструкция, да? В иранду вы пристраивали, скорее всего. Или она уже была у вас? Она была. Была, да. Ну, видно. Мы, скажем, до нее у нас как раз не дошли руки. Да, ну, видно. Мы сделали дом. Кто-то начинает с улицы, вот, наводить красоту. А кто-то начинает с дома. Нам нужно было создать для себя условия. Ну, значит, давайте следовать красоте дома, внутренности. Вот такие вот у нас ступеньки. Раз, два, три, четыре штуки. Привет, привет, привет. Давай я тебя поглажу. Только не кусни меня, пожалуйста. Все, проходим, ладно. Проходи. Здесь можно разуться, раздеться. Если переоборудовать, можно ее утеплить, поставить окошки. Также помещение у вас будет. Вот она, собственно, та самая красота. Полы. Керамогранит. Видим, да, керамогранитные. Все. Ремонт когда вы проводили? Ой. Ну, как заехали, столько мы его делали. Ну, а сколько уже? Года три-четыре делаете, наверное? Да нет, у нас всего два года. Два года, понял. Вот за два года все, что будет. На входе у нас кухня-коридор. То есть вы можете готовить, заниматься готовкой. Там, мыть посуду, овощи, фрукты. И вот в окошко как раз будет виден участок, где ваши детки могут гулять, собирать плоды с деревьев. Здесь у вас уже устатыван котел, колонка на горячую воду. Плиту хозяйка, кстати, сказала, что оставляет. Кухонный гарнитур также. Давайте проходим на ванную. В ванне теплые полы. Вот у нас всякие регулировки все присутствуют. Ну, и такая маленькая банна. Но не скажу, что она тесная. Также присутствует окошко. Под окном есть батарейка. Полы и плитка. Стены, плитка. И потолочек такой наискость уже сделан пластиком. На камеру я, возможно, уже попадаю в зеркало. Всем вам придаю привет. Вот такая вот у нас ванна. Сейчас мы обязательно включим напор. Посмотрим, что-то как. Я уже, да, посмотрел, показал. Ванна, не скажу, что маленькая, не скажу, что большая. В средних размерах. Душ вот он выезжает у нас. Смотрим на кор. Отлично. Колонка загорела, сгореться, значит пошла. Все работает. Вот такая вот у нас ванна. Кран есть под ванной. Это кран, кран. А, и кран. Все, все, да, я понял. Хорошо мне. Ну и вот такая вот у нас комната. Здесь вы что-то не доделали, да, под котельной этой зоной? Да, уже муж мне это самое не стал туда везти. Ну тут довезти до ума не составит. Труда небольшая территория. Потолки на кухне у нас также пластиковые стены. Смотрим обои. Стены ровные, вы их не ровняли или гипсокартоновые? Не ровняли. А чем? Штукатурка, да, хорошо, вижу. Окошко большое я вам уже показывал. На подоконнике возможно поставить какие-то там цветы либо свои предметы. Откосики также ровные. Ну и окно давайте попробуем открыть. Открытие есть, проветривание также есть. Хорошо, отлично. Проходим тогда уже в... Для хозяйки скажите плита с электрической духовкой, с конвекцией, с грильом, с шашлыком, газ-контроль и электроплочек. Вы, собственно, сами все и сказали. Мне говорить не пришлось. Ну и здесь уже по комнатам у нас везде ламинат, он в светлых тонах. Комнаты вообще светлые. По шкафам, по мебели что-то возможно будет оставаться. Ну это уже можно уточнить будет с хозяйкой. Первая комната гостиная. Здесь уже и обеденная зона расположилась. Под окошком, при светле холодильничек. Кстати, вот свет с регулировкой, да? Сейчас я покажу. Свет с регулировкой подачи, в общем-то, самого света. Переходной называется выключатель. То есть здесь включим, там можешь выключить его. А, да-да-да, то есть вот, смотрите, одно включение и второе. Вот я вам покажу сразу. То есть не бегать через всю комнату, можно выключить. Также здесь диван, кондиционер установлен. Шторы остаются. Дверки также деревянные, новенькие стоят. Ну да, ремонт видно, что проводился не так давно. А это у вас ларь? Это ларь. Ну, в бытовую технику мы однозначно забираем. Забирайте. Все хорошо, вопросов по этому поводу нет. Давайте я вам покажу вид из окошка. Только нам нужно пробраться через шторы. Возможно, вас потрясет немножко. Вот такое вот у нас окно, которое выходит как раз-таки на палисадник. Я так понимаю, дает кусть. Это будет бульдонеш, да. И весной он цветет шикарно. Заплетет, да. У вас будет вид только на цветы. Бульдонеш, а туда дальше, там уже смин. Запах просто неимоверный. Отлично. Так, правое окошко у нас получается глухое. Давайте пройдем на левое. Левое у нас уже открывается так же. Здесь мы проберемся. Вас трясет на подоконничке какие-то посадки. Ну, в общем-то, смотрите, по откосам все ровное. Все стоит. Ну, и давайте я чуть-чуть отсудиваю. И так же покажу открытие. Все открывается. Да, пакеты, кстати говоря, вот здесь стоят стройные. Стройные, да? Когда идет дождь, когда идет сильный ветер, не слышно. Шума нет, в общем-то. Шума нет, да, не слышно. Отлично. Так же проклеенные, вот видим, что свеженькие обои. А, потолки, я же прошел про потолка. Лампы показал, свет показал, а потолки у нас натяжные. И в этой комнате, давайте я вам покажу сразу эту. Так же натяжные. Ну, и уже хозяйская спальня, которая дальняя у нас под входа. Вот такая вот просторная. Здесь даже, смотрите, хозяева занимались слежкой за космосом. А потому что здесь очень хорошее небо, очень яркие звезды. Да? На Кавказе, да. Афигные вопросы. Я, кстати, никогда в такие штуки не смотрел, но... Очень было бы интересно. Вообще передача бывает, знаете, чай налью себе, и бывает там про космос, какие-то каналы на ютубе посмотрю. Бывает даже заснешь, потому что долгие они проходят. Ну, и здесь также окошки, вот он, открытие. Вот жасмин получается, вот с этой стороны. Да, вижу. Это жасмин. Вот он показал. От него такой запах идет прям вообще. Отлично. Подоконники видим сантиметров 40. Ширина откоса также без кривизны. Все ровно. Ну, ремонта выполнялся недавно. Ну, здесь также глупое окошко уже левое. Он занимается ремонтами, поэтому он делает... А для себя так это вообще. Вот так вот у нас. Сколько лет этому тополю, мне интересно, вот который в окошке. Он в обхвате, наверное, метров... Я не знаю, сколько метров. Человека четыре его не обхватят. Вот такая вот у нас кроватка. А как вы ее называли эту кровать? Это парящая. Парящая кровать, вы видите, она без ножек вот здесь вот. А, да, вот этот момент, когда идешь и бьешься мизинцем. Да, да, да. То есть она без ножек, абсолютно мягкая кровать на 180. Отлично. Ну, также все, стены ровные, новенькие, светленькие обои, не расписанные, не порванные, не подранные, не сырые. Да, несмотря на то, что в доме трое котов и одна собака. Вот даже как. Вот такие вот у нас опять потолочки натяжные. Ну и полы я говорил уже на начале, что все они одинаковые. Все везде идентичные ламинаты. Полы теплые. Да, теплые, водяные. Но я говорил, что по объявлению, я когда читал, я зачитал, что в комнатах водяное, а там уже электрическое. Ну и последняя комната, она же детская. Дверки все однотипные стоят также. Не в разнобой. Ну и вот такая небольшая комнатка для ребеночка. Вот такая вот. Давайте я еще с уголка ее проведу панорамой, чтобы вы ее могли так посмотреть. Вот так. Ну, вместился здесь диван, здесь стол для ребенка, шкаф. Все стоит. Можно еще и компьютерный стол поставить. Есть розетки по эту сторону. Мы только заберем парту вот эту вот. От дивана. Ну, парту, соответственно. Ну, мебель мы еще можем уточнить, что вы оставляете, что вы готовы оставить или нет. Розетка по телевизору уже муж сделал, но не вешали. Розетка по телевизору. Вообще розетки продуманы в каждой комнате. Например, в нашей спальне у нас там их полно, что 5 только в спальне. Я, да, кстати, и здесь, вон еще внизу розетка есть. Розетка, муж сразу подумывает. Да, бывает, комната заходишь, знаете, вот как аэропорт, автодром, в общем-то, площадка. И там всего смотришь, две розетки в одном конце и в другом. Нет, с розетками все подумано. Вижу, да, большое количество. Ну, и также окошко, которое выходит на наших уточек и соседский участок. Видите, там просто огород, никто ничего не будет. До УТИ у меня здесь был палисадник, здесь были цветы. Но потом появились УТИ. Вот, вот тоже розетка есть здесь. Акустик у вас какой-то там растет? Это жимолость. Ага. Это жимолость, очень жалко ее, потому что... Утки ободрали? Утки, да. Вот этим летом она немножечко уже начинала плодоносить. Ну, уточек на новогоднем столе я зато увидел. Получается, вот в этой комнате получается раз розетка, два розетка. Здесь. Ай, здесь даже кошмарно. На каждой стене по розетке есть точно. Ну, как бы вот везде есть. В доме тепло, дом светлый, комнаты светлые, ну, и в зависимости из ремонта. Вот светлые тона обоев, то есть все подобрано. Находиться комфортно. Даже вот музыкальные какие-то установки. Это уже моя игрушка. У нас ваша даже? Да. Хозяева с увлечениями, с хобби. А на этом все. Мы можем с вами выходить уже из домика. Друзья, вот такой обзор у нас получился. Ольга нас проводила со своего участка, поспешила на работу. И смотрите, вот мы находились там. То есть на кадрах было видно за поворотом буквально 40 метров. И вот мы проезжаем сюда по этой не асфальтированной дорожке. Она короткая, я же говорю, метров 70. И вот та самая речушка, которая неполноводная. Ну, не прям ручеек, но видим, да, что детям развлечения там кораблики попускать, как мы это в детстве делали. Все возможно. И вот он выезд. Я сразу вам покажу. Я считаю, что это важно. Вот в конце улицы, то есть еще буквально метров 50-60, и у вас уже асфальтированная дорога, которая будет вас разводить по всему поселку. Само Александровское, оно очень крупное. На 27 тысяч человек населения. Здесь есть все. Детские садики, школы, больницы. Кстати, здесь вот то, что строится из газобетона дом, это стоматолог, в общем. Будет здесь отделение стоматологии дополнительное. Много чего здесь находится. Можете сами прочитать в интернете. Все в близости. Я проезжал, видел салоны сотовой связи, МТС, Билайн, сети, линк, магазины крупной техники, универмаги, пятерочки, магниты. Все здесь присутствует. Все есть. Приезжайте и живите. А с вами была команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости Титул. Я вам напоминаю, если вам необходима профессиональная помощь в подборе жилья для всей семьи, а также вы хотите, чтобы мы обозревали ваши домовладения в таких же роликах, звоните. Номера будут прописаны в описании внизу под данным роликом. Оставляйте лайки, пишите комментарии, ваше мнение по данному дому. Что вас заинтересовало, что нет, как цена. Ну, в общем, вы все знаете. И без меня у нас есть эксперты, которые просматривают наши ролики, как фильмы. А на этом все. Всего доброго. До свидания.